Доброе утро! Сегодня вторник, 18 февраля. Коктейль Молотова на ваших экранах. Мы продолжаем или уже завершаем, но у нас впереди еще глобальная история о том... Ну, глобальная или не глобальная, но все-таки. У нас обычно по вторникам какие-то советы интересные. Я не знаю, пытался как-то увязать, кроме как ко вторнику, то, что приготовил вам сегодня в качестве лайфхака, но не получилось. Нет никаких особых событий. Советы это вообще такая штука, которую ты можешь выслушать, но им не воспользоваться. Зато, когда ты спрашиваешь совета, ты каким-то образом в голове своей укладываешь ту историю, в которой пытаешься разобраться. А мне кажется, что воспользоваться ею как раз нужно. Я как адепт чтения, не побоюсь этого слова, вот у меня даже, наверное, своя церковь есть, чтение, всем рекомендую читать, вне зависимости от того, есть у вас на это время или нет. Хотя время на это пару минут найти можно всегда, а по старой шутке при неплохом, при определенном подборе книг в туалете можно получить неплохое образование. И это в современном динамичном мире... Что-то, я знаю, как кандидатские науки защищают именно сидя там. Ну да, но в современном мире иногда только там бывает время прочесть пару строк. И это серьезно. Об этом говорят исследования. Порядка, по-моему, 32%, но правда не нас, а европейцев, там про британцев в первую очередь речь шла, могут позволить себе почитать книгу только в уборных. Это удивительно, но факт больше только в общественном транспорте. Вот такая вот история есть. И поэтому я хотел бы сегодня поделиться с вами несколькими, буквально несколькими советами, как увеличить скорость чтения в нашем гипердинамичном мире, для того, чтобы чуть больше книжек почитать, чем вы могли бы сделать это... Читая медленно, читая медленно. Давай рассказывай. Я записываю. Это первый главный совет, наверное. 80% людей при чтении книг проговаривают слова. У одних ведущих новостей или пользующихся телесуфлером, вот нас, журналистов, это выражается явно, у других опосредованно. Иногда немую артикуляцию можно заметить по легкому движению губ читающего, но чаще только при проведении рентгеносъемки гортани. То есть мы проговариваем слова, даже не открывая рта, но это очень серьезно влияет на скорость чтения. По словам эксперта Юлии Орловой эту вредную привычку, тормозящую чтение, приобретают участь читать в детстве, когда мы проговариваем слова с нашими родителями, читая по слогам. Но при этом для понимания смысла текста, а значит ускорение чтения, совсем не обязательно слова проговаривать. Что советуют ученые? Читать перед зеркалом. Вот просто читать перед зеркалом, периодически отрывая взгляд от текста, глядя на себя в отражении. Это поможет быстрее понять, какая часть вашего тела двигается, а значит поможет, ну по крайней мере на треть сократить количество проговариваемых про себя слов, или скорость проговариваемых слов увеличить для того, чтобы просто взять и отказаться вовсе потом от этой привычки. То есть для того, чтобы начать быстрее читать, нужно потратить время на то, чтобы потренироваться читать быстрее? Да, дело в том, что быстрое чтение достигается упражнением, как говорится, и нельзя сделать так, чтобы сразу раз из завтрашнего дня вы начали лететь. Только что, кстати, на ваших экранах была таблица по скорости чтения, это то, с чего рекомендуют ученые начать, проверить и засечь для себя самого, а какова же ваша скорость чтения. Причем не так, как мы делали это в школе, читая вслух, а читая про себя. Ну, попросите своего какого-нибудь родственника, пусть он засечет вам время. 300, 500... Это в минуту? Да, в минуту слов. Почему только B тут написано? Или 6. Нет, нет, нет. Белая бумажка-указатель. Тоже очень важное упражнение, которое позволит вам увеличить свою скорость чтения. Несмотря на то, что многим из нас кажется, будто глаза при чтении плавно движутся по строке, в действительности зрачки совершают регулярные остановки через каждые полтора-два слова. Кажущаяся плавность достигается за счет особенности глаза оставлять на сетчатке увиденный образ. Хотя это притормаживание и кратковременные, в сумме, вот эти вот, все вот эти штуки, могут занимать от двух минут на одну страницу. Понимаете? Только на одну страницу, просто притормаживая. Вот сейчас у нас режиссер немножко поспешил, показываю уже следующий рецепт. Но тем не менее, глаза притормаживают на странице, и поэтому за этим тоже нужно иногда приглядывать. Чтобы снять глаза с тормозов, надо использовать особенность, приобретенную глазом в процессе эволюции, считают ученые. Помимо всего прочего, самым первым глаз был создан много миллионов лет назад, еще и для того, чтобы улавливать движение. Второй глаз был создан только для симметрии, понимаете? Правый глаз, ну или левый, в зависимости от того, какая часть мозга у вас развита. Именно в движении заключается основная информация о происходящем вокруг. Возьмите в руки карандаш, советуют ученые, и ведя им под строкой, начните читать текст. Ведя карандашом под строкой. Глаз, уловив движение, бросится за указкой, попутно читая то, что вы ему подсунули. Вот простое упражнение для того, чтобы перестать тормозить на странице. Ну, освоившись первоначальной скоростью, каждый раз ускоряйте движение указки, и все у вас получится. Есть такой совет у тех, кто учит людей читать быстро, не отступать. Кроме периодической фиксации взгляда и проговаривания самой распространенной ошибкой неискушенного читателя, является регрессия глаза, так называемая. Определенное время при чтении занимает отскок зрачков влево для того, чтобы перечитать еще раз уже пройденное слово, которое, как кажется, подсознательно пропустил или не понял. Пристраститься к такому способу чтения можно было в начальных классах школы, ну и к настоящему времени, ко взрослой жизни, там, не знаю, к подростковой жизни. Ощущение того, что ты это делаешь, полностью пропадает. Ты даже не замечаешь, что глаза твои постоянно отскакивают. Здесь как раз пригодится либо визитная карточка, либо кусочек белой бумаги, которым ты закрываешь уже прочитанный текст. Вот у нас была эта картинка сейчас. И ведешь спокойненько, читая текст, твое сознание, вот она, да, эта картинка, твое сознание само будет воспроизводить те слова, которые увидели глаза и просто не успел обработать мозг. Стремиться к пониманию текста совершенно не обязательно на первых порах осваивания этого упражнения. Самое главное пытаться прочесть само слово, научиться не дать глазу совершать скачок в обратном направлении. Ну и там на самом деле два десятка советов, а я на четырех главных, видимо, из-за времени сконцентрируюсь. Еще одно упражнение широко расставленные глаза, так называемые. Из 200 миллионов, 260 миллионов фоторецепторов, находящихся в нашем глазу, порядка 220 отвечают за периферийное зрение. Все это, все, что требуется, вот эту вот самую незадействованную 220 миллионную братью твоих фоторецепторов приучить к чтению. Нужно взять прозрачный лист пластика формата книжной страницы, разделить его на четыре колонки, наложить подготовленный лист на страницу и попробовать читать текст, фиксируя взгляд поочередно на каждой колонке. Вот и все. Вот и все, что требуется. Пусть даже смысл ты будешь не понимать. Вот так вот приблизительно должна выглядеть ваша тренировочная доска. Лучше всего это делать под метроном или просто отстукивать четкий ритм. Когда ты так тренируешься, ты смысл книжки почитаешь? Поначалу, скорее всего, ты будешь видеть только несвязанные обрывки вроде тех ошметков, которые в этом предложении я сейчас читаю. Ну а потом постепенно ты все-таки научишься читать быстро. Прям целая наука. Четыре главных правила, а их я еще раз повторю, больше двадцати, в интернете очень легко найти их. Вот некоторые из сегодняшних перечисленных взял просто в мужском журнале Максим. Да, я думаю, что лучше читать в любом случае и смотреть коктейль Молотова. Каждый будний день здесь. Артон Жаворонков. Максим Неполикова. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok